здравствуйте в эфире передача аспекты иностранных дел телеканала cbc с вами теймур атаев авантюра все мы знаем наверное что такое авантюра причем это определение можно использовать в принципе в любой так скажем сфере ну вот если авантюра в геополитике и сегодня мы попытаемся рассмотреть а к чему франции призывают армению и вообще почему с вами сегодня айнур ханом из турции мы рады видеть вас айнур ханом и до профессор университета эрзинджан бен али илдерым и обозреватель ейный шафак и моментов кандидат юридических наук добрый вечер добрый вечер айнур ханом здравствуйте и мы первый вопрос хотели бы задать вам по поводу что все же происходит вот когда-то наполеон там высказал такую идею сказал что там мы вяжемся в бой а дальше посмотрим потом ленин подхватил эту идею вязался в бой один другой результат мы увидели ну вроде на первых этапе были победы а потом в геополитическом плане мощнейшие поражения и вот в этом плане вот сейчас вот такое впечатление что как будто французы в лице макрона толкают армян на очередную авантюру все знают чем это закончится но поддаются армении и на ваш взгляд что происходит и по какой причине война вообще дело во первых на работе и удовольствие скажем для богатых и вообще кто в этом заинтересован нормальные рациональные лидеры и страны в этом не заинтересован а заинтересован в этом мне кажется оружейное лобби поэтому настоящее время то что происходит на кавказе все мне кажется расстановка сил понятно исторические земли казах азербайджан себе вернул поэтому настоящее время то есть позиция та которая должна быть но кому-то это невыгодно но кому-то мы сейчас как говорится видим эти уши торчат да за высказывание пашиняна почему-то в германии об этом ничего не говорил когда была встреча с шольцем а позже об этом он говорил уже когда был макрон да то есть и высказался там дал интервью французскому каналу то есть здесь мы видим что уже понятно да кто за этим всем стоит почему это все делается понятно да там франции и вытеснили с африки и и на ее место занимает россия и там какие-то свои счеты и теперь они руками не кажется пашиняна пытаются теперь выдавить россию с южного кавказа но мы понятно что с россией это не пройдет и это мне кажется но высказывание пашиняна вообще честно говоря ну это не высказывание рационального лидера потому что лидеры стран которые думают действительно о будущем поколении благосостояние своих граждан граждан они не заинтересованы войне но мы почему-то этого не видим несмотря на то что азербайджан победил в этой во второй карабахской войне вернул себе территории несмотря на это мирного договора до сих пор нет а что это означает если мирного договора нет то означает что и состояние войны но извините меня вы видели до силу азербайджана поэтому здесь военные эксперты об этом говорят вообще даже сравнивать не с чем то есть позиции армении понятны но почему-то вот эта риторика которая была до этого пашиняна она сейчас изменилась и мне кажется в нормальные эксперты не только международные но и сами армянские эксперты об этом говорят они понимают что есть как говорится реалии а то что вы сейчас высказывание стороны пашиняна да и не в не в азербайджане вернее не в не в армении а на территории франции это уже говорит о том что это не он этим всем движет а 2 2 является игрушкой я не знаю пешкой в чужой икре мне кажется а это он не знаю почему для нужно у него наверное кажется спросить но рациональный лидер и так не поступает ну знаете вот то что вы говорите напоминаем что с нами сегодня айнур но гаева и мы хотели бы еще вот уточнить у вас когда вы говорите о том что фактически армении управляет то есть государство не самостоятельное мы все время когда говорим о субъектности или объектности обычно в последнее время приводим страны центральной азии азербайджан турция грузия то есть государства которые новые создают новые прецеденты создают новые реалии и показывают насколько можно на формате созидания двигаться вперед и вместо того чтобы как бы приобщаться вот к этой позиции практически армения ведомая франции наоборот все дальше дальше уходит в изделе очень такой интересный как раз крен и показали что практически вот в армении скажем есть эксперты которые показывают что да действительно на сегодня необходимо поменять как минимум политику хотя бы в определенных векторах и вот иногда мы слышим действительно там скажем председатель парламента армении или там секретарь советы безопасности или тот же никол пашиня вдруг говорят адекватные какие-то мысли буквально через сутки это все меняется вот но на ваш взгляд а насколько суверенное государство вот может себя так вести в лице своих лидеров и как долго это будет продолжать вы действительно здесь опять попахивает авантюра очередной авантюра потому что и как я сказал рациональные лидеры которые думают о своих государствах они этого не должны делать они должны заниматься своими проблемами да и внутренне политическими экономические проблемы люди а действительно сейчас проблем очень много сейчас мне кажется есть внутренние проблемы особенно с переселение большого количества армян с бывшей как они называют сама сама провозглашенной до республики после ее аннулирование большое количество армян есть которые есть проблема даст которыми не должны которые эти проблемы не должны решать есть также то есть они с этими мне кажется попытка может быть это на то есть и внутренние проблемы вот когда это обычно мне кажется неправильное конечно этот но иногда лидер к этому прибегает и сейчас мне кажется с этим связано то есть когда возникает внутри политическая какая-то проблема чтобы отвлечь внимание общественности они ее переключают на другую например говорят вот азербайджан у нас нападет сейчас это вот везде риторика азербайджан у нас нападет азербайджан сколько раз заявлена о том что он не собирается никуда смысле это нельзя не че чужие земли не забирать не собирается будет несколько раз было сказано Однако вот эта вот риторика, она постоянно-постоянно муссируется в СМИ, постоянно об этом говорят. Почему? Мне кажется, вот именно связано с этими внутренними проблемами. Вторая проблема, мне кажется, связана с Россией. Опять-таки, как я сказала, торчат уши, да, там, Франции. Почему? Потому что, ну, вообще-то, заявление вот Пашиняна о том, что он заморозил свой, Армения заморозила свои членства в ОДКБ, это тоже, мне кажется, не совсем вписывается, да, в нормальную политику. Ну, во-первых, у вас, в вашей стране находятся базы, да, и вопрос тоже был повис в воздухе, а что с этой базой будет? Потом есть большое количество, около 4 тысяч, 400 тысяч, да, сотни тысяч армян, которые работают в России, мигранты. Соответственно, что вы с этим будете делать? Вы со своими, извините меня, да, вот небольшим количеством армян справиться сейчас не можете, которые прибыли со стороны бывшей. Очень-очень интересная ремарка, на самом деле, со своими не можете армянами справиться и куда-то не в ту степь идут, да. То есть, в этом плане эти, да, то есть, куда вы потом с ними, что вы с ними потом будете делать? Большое количество, то есть, если Россия, допустим, скажет, ну, раз вы, извините меня, ведете себя так, держите назад своих мигрантов, и что вы с этим потом будете делать? То есть, это же нужно думать, это нужно же продумать, то, что вы сказали, как это потом аукнется на вашей политике, экономической политике, по взаимоотношениях стран. Извините меня, вы говорите о договоре, о договоре о коллективной безопасности, но есть еще другие организации, которые вместе с Россией. А что вы с этим будете делать? То есть, Россия, кстати, в этом плане очень выдержанно отреагировала, на мой взгляд, и сказала, что они еще пытаются привести в чувство Пашиняна, чтобы он как бы, ну, они, по крайней мере, россияне к этому так относятся, спокойно. То есть, они говорят, ну, извините, это мы приверженцы одной религии, да, то есть, это наш давний союзник, там у нас свои, ну, стратегические такие, военно-политические цели, то есть, там база находится, например, в Гюмрии, да. Соответственно, то есть, она реагирует, мне кажется, адекватно, но Пашинян, несмотря на это все, сейчас, мне кажется, не думает о своей стране. Ну, вы знаете, мы с этим сталкиваемся уже 30 с чем-то лет, и мы все это видим, Азарь Майлим, вот, наверное, нас слышит, я смотрю, иногда улыбается, настолько вот то, что вы говорите, это наши реалии, вот мы так и живем с нашими географическими соседями уже сколько времени, вот, вы несколько раз использовали фразу рационально, то есть, политик должен быть рациональный, политика должна быть рациональной, мы опять возвращаемся, есть рационализм, есть практицизм, есть авантюризм. Ну, если взять глубже Азарь Майлим, а вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал такую мысль, что, ну, не признают. Вот геноцид Ходжи Алицкий, мировые государства, которые считают себя лидерами мира, не признают, не хотят признавать. До этого глава государства говорил, что мы видим антиазербайджанскую риторику, действия, и мы понимаем прекрасно, что это будет продолжаться, то есть, это их политика такая, здесь и антитюркские моменты, и антиисламские моменты, антиазербайджанские в целом. Но происходит вот такая ситуация, что, например, та же самая Франция уже сколько времени, она же пытается выдать желаемое за действительное, вот, преломление к Южному Кавказу, но, как говорится, авоз и ныне там. То есть, здесь складывается вообще интересная ситуация, вот то, что Айнур Ханум говорит где-то между строк, то есть, французы прекрасно понимают, что и как будет. То есть, опыт последних четырех лет свидетельствует, что и как может произойти при авантюрном поведении Армении. К чему, вот, мы услышали взгляд, скажем, из Турции, ну, и с учетом того, что из Казахстана, наша гость, взгляд из Казахстана. А вот, как видите эту ситуацию вы? Вы совершенно справедливо сослались на слова президента Азербайджана Хамалиева, который он озвучил вчера, находясь у хаджалы, что всего лишь 18 стран мира признали геноцид хаджалы. Хотя имеются исчерпывающие доказательства совершения этнической чистки геноцида азербайджанцев, конкретно в хаджалах геноцид азербайджанцев подтвержден всеми материальными, значит, фактическими доказательствами. То есть, ни у одного государства не вызывает сомнений этот вопрос, никто не требует дополнительных доказательств, то есть, все доказательства очевидны налицо. Даже бывший президент и премьер-министр Армении Серж Сархсиан сам признавался публично, что в хаджалах мы сломали стереотип азербайджанцев, которые думали, что армяне не способны поднять руку на мирное население. Мы сломали этот стереотип, то есть, незаконное вооруженное формирование Армении и армян Карабаха, они подняли оружие на мирное гражданское население, на женщин, детей, причем, включая грудных детей и стариков в Азербайджане, конкретно в хаджалах совершив геноцид в течение одного дня, убив сотни людей. И еще сотни людей пропали без вести. То есть, это очевидно доказанная вещь, но всего лишь 18 стран мира признали геноцид. О чем это говорит? Президент Азербайджан, что он хотел подчеркнуть? Он опять же подтверждал свой тезис, который неоднократно он озвучивал, что в современном мире международное право не работает, принцип справедливости не работает. Мне кажется, президент Азербайджан еще раз хотел именно подчеркнуть вот это. Далее, я хотел бы вернуться к тому, с чем закончила Айнурхан, по поводу того, о чем думает Пашинян, когда делает подобное заявление. Рационально, нерационально. Дело в том, что, понимаете, чтобы думать о своем народе, о своем государстве, естественно, нужно иметь самостоятельность, независимость. Чего нет у Пашиняна, чего нет у армянского государства. И этим успешно пытаются пользоваться Франция и коллективный Запад во главе с Францией. Ведь не случайно, когда Пашинян недавно был в Париже, пригласили туда и представителей, и сопредседателей французских армянских организаций, сопредседателей Координационного совета. О чем это говорит? Это говорит о том, что сам Макрон организовал эту встречу. Это говорит о том, что Франция пытается использовать армянский фактор Франции, давить на Пашиняна. Пашинян, чтобы... Понятно, что Пашинян это детеныш Соросовской школы. Но, тем не менее, чтобы у него даже не было попыток, чтобы совершить какие-то самостоятельные действия в интересах Армении. Поэтому давление растет. Ведь не случайно, опять же, министр обороны Франции, когда недавно, буквально на прошлой неделе был в Армении, опять же, говорил надуманные вещи, что, значит, есть угроза нападения на Армению. Интересно, откуда такие сведения? Кто собирается напасть на Армению? Ведь Азербайджан неоднократно заявлял. Ну, мы же видим, что иногда, ну, в прямом смысле слова, с потолка, или со стены, или с пола, вот берет какие-то... Да, с подачи Франции и некоторых других стран Запада, естественно, амуссируются через средства массовой информации Запада, в общественном сознании пытаются формировать мнение о возможной агрессии Азербайджана против Армении. Для чего это делается? На мой взгляд, тут, понимаете, есть две задачи, стратегическая и тактическая. И плюс к тому, еще есть две задачи, первостепенная задача, второстепенная. На мой взгляд, первостепенная задача заключается в том, что, естественно, Франция и некоторые страны Запада хотят обеспечить свое надежное долгосрочное присутствие на Южном Кавказе. Ну, как раз, а эконом вот это и подчеркивает. Да, естественно, это может произойти только через выдавливание России с территории Армении. Вот это, мне кажется, глобальная задача, и это туда же включенный вопрос Зангизурского коридора и так далее. Но здесь есть еще второстепенная задача, на мой взгляд. Второстепенная задача – это нагнетание обстановки между Азербайджаном и Арменией. Искусственная дестабилизационная. Это тоже задача тех самых, значит, политических кругов Запада во главе с Францией, которые хотят реализовать здесь. Но это второстепенная задача, на мой взгляд. Естественно, они, если смогут, они хотят организовать здесь большую или маленькую войну. Почему? Потому что для достижения собственных целей Франция использует принцип «цель оправдывает средства». Любые средства хороши для достижения поставленной цели. Хотя эта цель неправедная, эта цель несправедливая, эта цель противоречит международному праву. Но мы это с вами видим на протяжении последних нескольких веков, по крайней мере, как минимум, начиная с XVI века, как Франция игнорирует международное право, когда речь идет о собственных интересах. Причем игнорирует цинично, откровенно. До сих пор, допустим, во Франции существует музей отрубленных голов алжирцев, черепа. То есть это настолько цинично. В XXI веке до сих пор Франция не уничтожила этот музей. Да, она фактически же гордится этим. Да, конечно. Вот поэтому здесь Пашинян как орудие реализации поставленных Францией целей. Будь не Пашинян, пусть кто угодно другой. Понятное дело, что они будут продолжать эту линию. Азар Малим, тогда, ну, сейчас хотелось бы послушать Айнур Ханум, у меня один вопрос к ней. А с вашего позволения, тогда в продолжение вот то, что вы сейчас говорили, вы вспомнили алжир, музей и так далее, буквально вот завершилось очень крупное мероприятие в Турции, посвященное борьбе с неоколониализмом. И как раз можно будет развить эту тему, ведь фактически, как бы кто и не сопротивлялся этому мнению, практически Франция из Армении же устроила колонию. То есть немножко в современном формате. Совершенно верно. Я думаю, что тогда об этом продолжим беседу. Айнур Ханум, с вами хотелось бы чуть-чуть расширить взгляд, потому что все же у нас международный формат. И сегодня мы столкнулись с такой информацией, что Олаф Шольц, канцлер Германии, не поддержал идею Эммануэля Макрона, чтобы вводить войска НАТО. Ну, как всегда, он очень обтекаемо говорит, но конкретная речь шла, что войска НАТО в Украину. Его не поддержали и другие страны, члены НАТО и так далее. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что за все время нахождения у власти Эммануэля Макрона ни одно его предложение не прошло. Там элементарно даже политическое сообщество, которое он пропагандировал, он фактически сам его и загубил. То есть нет такого развития, которое он хотел бы, потому что нет уважения к нему со стороны европейских партнеров. С другой стороны, если Олаф Шольц открыто об этом говорит, это означает, что Макрон выпустил, так сказать, свой пар геополитический, риторический вдруг. То есть фактически или не согласовав, или пойдя вопреки определенным договоренности. Вот это же свидетельствует о том, что далеко не только на Южном Кавказе, или в Африке, или даже на Ближнем Востоке, где он тоже потерпел поражение своими так называемыми усилиями посреднической деятельности. Но здесь мы видим его позиции, которые подверглись фактически астракизму, если можно так сказать, со стороны своих же ближайших партнеров. Ну, я думаю, что Макрон, наверное, со времени своего прихода к власти, мне кажется, он пытается себя показать таким вот новатором, или любит похайповать, мне кажется. Ну, первое время его списывали на его возраст, потому что он там молодой, амбициозный. Но так как, когда этих авантюрных высказываний становится все больше, то, соответственно, уже воспринимается все по-другому. Но вспомните, когда он говорил о том, что смерть мозга НАТО осуществилась. Очень много есть вещей, которые он говорил, и он был на волне, любит популярность и так далее. Но когда мы смотрим зреем в корень, то мы видим, что там дальше вот этой риторики ничего не продвигается, в плане того, что, как вы сказали, они не поддерживаются со стороны его западных коллег. Вот Шольц, допустим, сказал, потом Стоунбер тоже сказал, и гензек НАТО о том, что мы никуда отправлять никуда не собираемся. То есть имейте в виду, а для чего он это говорил? Ну, как я сказала, наверное, из-за того, что опять он хочет быть на хайпе, как это называется современным языком, чтобы о нем писали, чтобы о нем говорили. Опять-таки, почему он это делает, тоже, мне кажется, это связано с внутренними проблемами, с которыми сейчас Франция, к сожалению, не справляется. До этого на одной из ваших передач мы говорили о том, что очень большие проблемы в сфере сельского хозяйства и так далее. То есть очень много проблем, которые нужно решать. Но почему-то вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, перекладывать все на внешнюю. Ну, видимо, вы фактически даете очень такую четкую оценку этому. То есть мы это видели, например, в преддверии выборов в том или ином государстве. Мы видим, что внезапно начинается вдруг активная международная деятельность того или иного государства. Во Франции мы это видели перед второй попыткой Макрона занять президентское кресло. Мы это даже видели перед вторым туром, вот этой второй попытки Макрона. То есть когда он попытался именно через внешние рельсы активизировать и свой электорат, и забрать голоса у других партий. Мы это увидели и даже в том, что сейчас практически он пытается взять голоса правых и правеет. То есть фактически в своей риторике, ну, пока еще риторики не действуют. Их там даже вызвало удивление у социалистов, что он даже пальму первенства у Лепен забирает в своей правой риторике. То есть то, что вы говорите по Николу Пашиняну, отсутствие рационализма. То есть мы это тоже самое видим и в преломлении же к официальному Парижу. И поэтому вот этот тандем, он так и фокусирует свою мысль на... Конечно, конечно. Как вы говорите, с хайпами. Да. И хотел еще напомнить нашим зрителям, что в начале этого месяца вот министр обороны, кстати, Армении Папикян, он в интервью от телевидения говорил о том, что Франция является одним из основных военно-технических партнеров Еревана. И хвастался тем, что в вопросе диверсификации, цитирую, приобретения вооружения есть существенный прогресс. То есть раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере были с Россией. Теперь же этого не может быть по объективным, так и по субъективным причинам. То есть здесь уже мы видим, что вот это вот как бы отворот от России. И здесь они говорят о том, что вот Франция, вот она нас будет теперь обеспечивать и так далее. То есть в этом плане для Франции, да, вот мы не... Ну ладно, нас там с Африки нас вытеснили, а мы будем теперь отбирать позицию России на Ближнем... Вернее, на Южном Кавказе и, в частности, вот Армения, вот наш самый главный партнер. То есть то, что не могут на внутреннем поле, они пытаются во внешнюю плоскость перенести. Ну, как я сказала, насколько это соответствует их интересам, то есть интересам страны, да, национальные интересы есть у каждой страны. Соответственно, насколько это будет для Армении, вот это нужно спросить у них. То есть со Францией все понятно, а вот со стороны Армении нужно же с соседями дружить. Извините меня, у вас есть очень много вещей, которые вы не можете... Там далекая Франция вам не может помочь. Поэтому нужно об этом думать. И мы сейчас видим, что, в примере, Украина, мне кажется, в этом плане очень-таки демонстративный, да, что может быть, если вы не дружите с соседями. То есть, мне кажется, и это уже сейчас есть, это уже на виду, а умные люди обычно учатся на чужих ошибках. Ну, мы, знаете, на рамках нашей передачи мы все время обращаем внимание на это, что люди учатся, вот вы говорите, на чужих ошибках, а есть те, кто и свои ошибки не хочет выучить, наоборот. И вот в одну и ту же реку входят дважды, а некоторые и трижды. Армения уже неоднократно входила. И вот посмотрите, ведь Грузия, Турция неоднократно обращалась, буквально, и к Пашиняну, и к государству в целом, и предоставляя свои площадки, что мы готовы, мы готовы на все. Фактически Реджеп Тайпер Догам буквально неделю назад, 10 дней назад, 3 дня назад. То есть, все время озвучивают вот этот призыв к Армении, что вот сейчас такое время, когда вы можете, когда это в вашу пользу, когда протянутая рука может быть принята и двигаться вперед. И посмотрите, вот если мы даже возьмем Центральная Азия и Южный Кавказ, насколько сейчас, вот вы говорите, соседи. То есть, здесь географические соседи, а здесь соседи там в культурно-историческом контексте, там в духовном и так далее. И соседи, и семья, как называет президент Азербайджана Эль-Хамалиев. И насколько сильное взаимопонимание и движение вперед. Вот на ваш взгляд, все же, осознание в Армении произойдет или нет? Того, что вот нужно работать в этом направлении. Ну, мы, конечно, на это не надеемся. Почему? Потому что, ну, как я сказала, никому, ну, и даже в религии, да, вы знаете, в наших этнических там, в ценностях, говорится о том, что если соседу плохо, то вам не может быть хорошо. Соответственно, любое государство, оно заинтересовало в том, что рядом, во-первых, чтобы быть в безопасности. Соответственно, если вашего соседа постоянно пичкают оружием, да, и постоянно натравливают, то, соответственно, как вы будете чувствовать себя в безопасности? То есть, вопрос, в первую очередь, конечно, говорит о безопасности. И то, что касается Армении, то есть, иметь в виду, насколько она будет к этому стремиться, тоже, конечно, вопрос. Ну, то, что касается вообще тюркской, как я называю ее, да, тюркский подход ко всему этому, то, мне кажется, он, сейчас такая вот ситуация в мире, нестабильная, и, как я говорю, не тот, да, раньше, как говорила, не тот, кто прав, что силен не тот, кто прав, а прав тот, кто силен. Да, в настоящее время, к сожалению, мы опять возвращаемся именно к терминологии периода Холодной войны, к реализму снова. Вот, а тюркская повестка, вот, о которой сейчас позиционирует тебя Турция, Азербайджан и турские страны, вот именно в этой тюркской повестке она может предложить именно такой третий путь, о котором я себя так говорю. Когда вот сила и правда вместе, да, на одной стороне. Они друг в друге, и не против кого-то, а во имя. Во имя и самих себя, и всего и региона, и в целом, конечно, да. Завтра, да, планируется встреча министров иностранных дел, вот, Армения и Азербайджан, но мы, конечно, надеемся, что будут позитивные продвижки в этом. Почему? Потому что, действительно, это во благо и, в первую очередь, мне кажется, для Азербайджана, да, но, мне кажется, в первую очередь и для Армении. Безусловно. Потому что, да, потому что, когда нету мира и нету мирного договора, то, соответственно, состояние войны продолжается. Ну, вот, знаете... А в экономическом плане это до сих пор продолжается изоляция Армении. А выход из изоляции, продвижение, развитие, экономическая стабильность в соседнем государстве, да, в Армении, для Азербайджана тоже хорошо. А, в первую очередь, для Армении, которая должна, наконец, выйти из этой изоляции, должна подумать о своем народе, который, там, как я сказала, те, кто продвигает вот эту именно повестку, да, помните, когда была Вторая Карабахская война. То есть, те, кто на Западе, они очень хорошо живут попиваючи, говорят, вот, вот, бедная Армения, но сами, только, говорится, со стороны, да, за этим наблюдают, но сами при этом не хотят идти, там, развивать свое государство. Поэтому президент Азербайджана предлагал Франции неоднократно в Марселе, в Париже, в различных других регионах сделать самопровозглашенную Карабахскую республику, и пусть они там самоопределяются, а французы не хотят этого, ну, не слышат они, они этого хотят только в преломлении к другим государствам. Очень такой интересный взгляд, и вот то, что говорит Айнур Ханам, да, Азербайджан, фактически, что вот страны чирского мира, они показывают пример, когда ты не против кого-то, а ты за, во имя. И вот здесь получается, опять-таки, какая ситуация. Если можно, вот вы иногда очень так и философски подходите к теме, по этому, вот вопрос субъектности и объектности мировой политики. То есть, насколько на сегодня пример Азербайджана показывает, как можно являться субъектом, принимать адекватные решения, и не только ради себя, потому что однажды президент Азербайджана очень четко на международном форуме это озвучил. Когда мы говорим о поддержке позиций Азербайджана, мы не говорим просто о поддержке, а о поддержке на основе международного права. Потому что мы защищаем международное право, то, что говорит Айнур Хану, а лидеры в лице Франции далеки от этого. Вот, если можно, субъектность, объектность вот на Южном Кавказе и попытки Франции давлеть вот над этим процессом через призму Армении. Как раз, понимаете, до 2020 года, пока часть территории находилась под армянской оккупацией, естественно, вот такая ситуация, так называемый статус-кво того времени, устраивала многих стран, в том числе Францию. И они были намерены под благими намерениями, под благими действиями. Они были, как говорится, мне кажется, заточены на то, чтобы это вечно двигалось бы, такое состояние. Поскольку это делало в некоторой степени зависимыми от них и Азербайджан, поскольку у Азербайджана территории находились под оккупацией, четыре резолюции Совета Безопасности не были реализованы. То есть Азербайджан в некоторой степени находился, скажем так, в зависимости от волеизъявления крупнейших держав, сверхдержав мира. Поскольку только они, как правило, вот эти пять членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН, они, в принципе, всесильные в плане реализации международного права. Все остальные страны смотрят... Они же себя, Азербайджан, считают сильными. А в действительности мы увидели в корне иной формат. Конечно. Это было до 2020 года. Но когда в 2020 году Азербайджан взял на себя обязательства в соответствии с международным правом, в соответствии с международным гуманитарным правом из статьи 51 Устава ООН и реализовала эти четыре резолюции, освободил собственные территории, не нарушая ни один пункт международного права и принципы справедливости. Почему президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно, когда говорит о защите интересов Азербайджана, он призывает международное сообщество и различные государства мира поддерживать не просто Азербайджан, потому что это Азербайджан, позиция Азербайджана. Нет. Поддерживать справедливую, правовую позицию Азербайджана. Азербайджан другой позиции не выдвигает на международной арене. Азербайджан всегда четко, откровенно придерживается нормы международного права. Это настолько очевидно, что даже тут и доказывать нет смысла. Понимаете, когда у Армении в конституции, в преамбуле конституции написано, значит, претензии, территориальные претензии к Азербайджану, Конституция принята на основе декларации от 90-го года, августа 90-го года. И это заложили в основу конституции 95-го года, их конституции. До сих пор эта конституция действует. И президент Азербайджана разве не прав, когда он говорит, мирный договор невозможен, пока не изменена конституция Армении, которая откровенно демонстрирует, декларирует территориальные претензии к Азербайджану. Почему Франция об этом молчит? Понимаете, это чисто агрессивная политика соседнего государства. Азербайджан, тогда посмотрите, прошу прощения, вот вы до этого говорили, что за эти 30 лет все время попытка давления, попытка шантажа и попытка вот этот статус-кво сохранить. Да, так управлять легче в лице Армении. То есть фактически призывая к чему-то, на самом деле абсолютно не предпринимая никаких усилий. Следовательно, получается, что вот этот статус-кво настолько устраивал, ну давайте ограничимся сейчас Францией, то есть настолько устраивал Париж, что когда на основе международного права был решен вопрос восстановления своей территориальной целостности Азербайджанам, повторимся на основе международного права, то есть это настолько не устроило вот эти государства, прежде всего Францию, что это вызвало у них такой вот геополитический, вот как говорит Айнур Ханум, нерационализм. И фактически уже четвертый год вот эта линия продолжается. Для них это было большой неожиданностью, конкретно в частности для Франции. Это было большой неожиданностью, что Азербайджан вот так молниеносно решит собственную проблему собственными силами и в рамках международного права. Поэтому, естественно, они никак не могут смириться с этим. Они никак не могут переварить победу Азербайджана, справедливую победу Азербайджана, восстановление территориальной целостности Азербайджана, суверенитет Азербайджана и абсолютную независимую субъектность Азербайджана в международных отношениях. Никак не могут переварить. Поскольку они рассматривали Азербайджан в контексте отношений через Армению, они рассматривали, что вот эта ситуация будет длиться долго. Еще раз хочу, вот по поводу субъектности, объектности, да, понимаете. То есть рассматривали Республики Южного Кавказа, в частности, как объект международного права. Поскольку у Грузии есть свои проблемы, у Армении с Азербайджаном, естественно, были свои проблемы. Но когда проблема решена между Арменией и Азербайджаном, и они всячески пытаются препятствовать заключению мирного договора. Поэтому и министр обороны в составе представителей военно-промышленного комплекса, значит, Франции, когда прибыл в Армению, сделал вот такое, значит, заявление, что типа есть какая-то угроза нападения на Армению, и поэтому мы должны торопиться в вооружении Армении, в поставке вооружения Армении, там в том числе средств ПВО, средства там зенитно-ракетных установок и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, против кого это направлено? Естественно, это направлено для того, чтобы, во-первых, обосноваться там, получить, заручиться поддержкой армянских властей окончательно, обосноваться на этой территории. Не случайно, ведь опять же, да вот риторика Пашиняна, совершенно противоречивая, бывает в течение одного дня противоречивая риторика, но в том числе и по поводу, вот Амирхан говорил, заморозки, значит, членство ВДКБ еще где-то, хотя нет такого статуса, замороженный статус, да, в уставе ОДКБ. То есть несуразные, такие абсурдные порой заявления со стороны Пашиняна, они обусловлены как раз тем давлением, которое оказывается на Армению со стороны Франции, причем используя все возможные рычаги, в том числе и, значит, армянский, значит, национальный фактор во Франции. Понимаете? Поэтому, естественно, субъектность там отсутствует, как субъект международного права. Там четко просматривается, что Пашинян сейчас в большей мере, даже вот такое ощущение складывается, что Пашинян пытается всячески беречь собственное кресло под собой, чтобы сохранить свой статус, свою собственную безопасность, безопасность собственной семьи. Поскольку очевидно и понятно, что в любое время эти великие державы, если между собой не договорятся, Пашиняну здесь тоже не совсем будет, как говорится, понятно его будущее. Поэтому, естественно, когда Азербайджан получил, не то что получил, восстановил территориальную целостность, значит, восстановил независимую суверенитет, естественно, Азербайджан, он как был, так и остался субъектом международного права. Но, к сожалению, Армения пока еще таковым не является. Ну вот интересно получается, Азербайджан фактически даже в период оккупации. Азербайджан, вот даже это сейчас замечено и внешними игроками, что Азербайджан укреплялся, то есть экономически, политически, находил в себе силы двигаться вперед ради того, чтобы были силы на основе, опять-таки, международного права территориальную целостность восстановить. Дипломатия, идеология, военная стезя, политика, экономика, культура, все было направлено на это. Естественно, железный кулак, который, это кулак единения, который мог стать и стал железным, без проблем, это показало силу, мощь Азербайджана, который опирается, опять-таки, на международное право. С другой стороны, на сегодня и сейчас мы видим, вот с чего мы начали, авантюра. Вот это вот авантюрные планы. И прекрасно в Азербайджане понимают, что сейчас происходит, почему это происходит, для чего дестабилизация, для кого, ради чего и ради кого. То есть, здесь нет интересов Армении для Франции. Мы же это видим. Вот Айнур Ханум говорит, что фактически, использовала точную формулировку, я сейчас могу ошибиться, но слово типа марионетка. То есть, фактически используют, опять-таки, мы возвращаем, субъектность и объектность. То есть, фактически, обыгрывается Армения, как государство, обыгрывается Франции. Да, как бы две сестры, да, как бы старший брат, то брат, то сестра, да, не важно, не суть, важно. Там еще и гражданская миссия, которая на биноклях буквально потеряла голову, там непонятно, вообще, может быть, кто-то зарабатывает и на биноклях, тоже продавая их туда. Но в любом случае, возвращаясь, опять-таки, к реалиям на Южном Кавказе, мы просто видим, что вот эта политика, политика официального Парижа, политика официального Еревана, она реально на фоне тех шагов, которые предпринимает Азербайджан, Центральная Азия, Грузия, Турция, на фоне развития транспортных коридоров, логистических связей, это просто потеря времени. И они могут настолько сейчас вот потерять, вот как говорит Реджеп Тайк-Пердоган буквально несколько дней назад, вот этот ход, то мы часто очень говорим, последний вагон, вы еще успеваете последний вагон, да, за поручень можете схватиться, а что дальше? А если он уже улетит, куда вы пойдете вместе с вашей любимой Францией? Айнур Ханум, спасибо вам за участие, за очень интересный взгляд, Азербайджан, и вас благодарим, напоминаем, с нами сегодня были Айнур Ногаева, профессор университета Резинджан, Бинали Елдырым, обозреватель Иенни Шафак, и Азербайджан Мамедов, кандидат юридических наук. Оставайтесь в CBC, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин